Что является самым ценным наследием зимней Олимпиады в Пекине? Может, милый бин-дунь-дунь или технология производства льда с нулевым уровнем выбросов? Или рекордное количество медалей у страны-хозяйки? Нет, все не то. В 2019 году китайский шорт-трекист и олимпийский чемпион Уда Цзин за свой счет открыл в родном городе бесплатный каток. Привлечь больше людей к зимним видам спорта это не только желание Уда Цзина, но и стремление китайского лидера. Шаньхай-Гуань расположен на восточном конце Великой Китайской стены и является границей, разделяющей климатические зоны Китая. Благодаря зимней Олимпиаде в Пекине многим китайцам, не видевшим снега, удалось почувствовать неповторимое очарование зимних видов спорта, которыми раньше наслаждались только сибиряне. Перед зимней Олимпиадой в Пекине было построено 654 стандартных катка и 803 лыжные базы, что в разы выше, чем в 2015 году. Число любителей зимних видов спорта достигло 346 миллионов, среди которых стало больше молодежи. Думали ли вы когда-нибудь о том, что зимние Олимпийские игры заставят сотни миллионов людей влюбиться в зимние виды спорта?